Привет, друзья, с вами Кертекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Primitive Social Simulator. Мы с вами остановились на том, что у нас, собственно, пошло достаточно активное обучение. У нас те товарищи, которые обучались ремеслу, уже стали взрослыми. Что, собственно, можно увидеть здесь. Да, вот, у нас стали еще четверо взрослыми, мы их сейчас экипируем по чуть-чуть, добавим им броню и будем надеяться, что они будут для нашего поселения полезные. И так как ястреб у нас потомок предыдущих ястребов, у него тоже довольно внушительные показатели по, кстати, животноводству. Этим надо будет воспользоваться. Также я, собственно, поставил здесь у нас еще дополнительные скрижали, которые направлены исключительно на разведение животных. Как видите, уже две скрижали есть по тысяче, и еще одна скрижаль добивается по чуть-чуть к тысяче. Что приводит к тому, что наш некий Тхаркор обучает на плюс 3-5 единицы в день. Представьте себе, в день. Новых четверых, собственно, этих малышей. Где они у нас? Где они? Где они? Где они? Вот, мы можем посмотреть, что у них показатель уже 103, а до того, чтобы им вырасти, им нужен еще год с мелочью. А, я думал, им всего год нужен. Подождите. Ну, короче, по идее они смогут выйти с довольно уже примечательными показателями по разведению животных. Вот, например, есть Грал, у которого полученный опыт идет от, я так понимаю, того, что он сын того самого Грала. Поэтому он получил часть опыта. Но при этом всем, при этом всем, он еще и получит сверху гораздо больше за счет того, что обучается у, собственно, хорошего наставника. Здесь товарищ, к сожалению, не так удачно перенял все эти познания, но ничего страшного. Суть заключается в другом. Суть в том, что теперь это обучение начало работать нам на руку, можно сказать. То есть оно теперь действительно более-менее эффективно, потому что за условные там, ну, бляха, если там не 40 дней, а там выходит даже больше 50 дней. Ну, короче, это внушительный опыт. То есть это четверть от максимума, да? Если я не ошибаюсь, я проверю. Да, максимум у нас касали. То есть в целом они очень-очень даже плотно должны будут заработать. Так, эффективность украшения зверей. Атака Анипала. Что такое атака Анипала? Нет, извиняюсь. А, вот. Плюс, кстати, прокачки разведения. Может пасти одновременно 13 овец, мать его. Это же просто разрыв. Это же просто разрыв. Ну, короче, будем их обучать. В любом случае они нам пригодятся. Так, сегодня мы должны сделать еще несколько комнат. Точнее, самих построек. У нас есть постройки в виде складов, на которых, кстати, я начал по чуть-чуть готовить еду, но они ее сжирают моментально. Плюс оказался этой пшеницы в чем? В том, что ее растет, вырастает с одной точки дохерищ. То есть, у меня сбор был 74-78 культивированной пшеницы с одной точки. А это очень-очень много на самом деле. Вот. И с нее напрямую мы можем делать достаточно неплохую кашу, которую я, собственно, и начал делать. Но они ее моментально сжирают. Ну, то есть, она не успевает залежаться вот здесь на кухне. Ее моментально съедает. Ну, сегодня мы приступим к тому, что мы сделаем, собственно, ту самую кухню, которая у нас как бы нет. Так, кухня требует от нас чего? Требует очаг, необязательно сырный чан, сушилку для фруктов, стойка для продуктов, хранилище и нет других... А что оно подразумевает под хранилищем и зачем? Ну, это необязательно. Обязательно нужно иметь очаг, да? Очаг и закрытие между блоками. Так, давайте этот очаг я перетащу. Становись сюда. Сыроделку можно... А, сыроделку нельзя перетащить. Но можно скопировать, да, ладно. Давайте сюда сыродельню. Так, по-по-по-по сушке. Давайте сушку тоже... Бляха, ее тоже нельзя перетащить. Как же вы меня доконаете, ладно. Аккуратненько разворачиваю. Ставь сюда 4 штучки. Этого на какое-то время хватит. А вот эти можно будет разобрать. Зато снести, снести, снести. Хотя вот это, наверное, не надо, да? Там же мясо лежит. То мясо или что-то такое? А, то костерку. Лишний раз меня спугнули. Так, забирай сюда. Вот эту с мясом единственную я оставлю. Все остальное можете разбирать. Так, к чему это приведет? К тому, что у нас появится, наконец-то, централизированное место, в котором, собственно, будет заниматься приготовление еды. И это будет замечательно, восхитительно. Возможно, мы даже поставим несколько верстаков в будущем. Но это потом. Пока что оставляем как есть. Так, по требованиям больше от нас ничего не требуется, да? Очага, слава богу. Закрыто. С потолком, со всем этим, это у нас есть. Так, хорошо, закрываем. И меня интересовал загон. Бляха, загоны делать или не делать? Просто загоны, если делать, то их надо перенести и увеличить. А это очень много работы. Так, оружейное требует что? Дверь. Стойка для одежды. И стойка для оружия. Так, задание выполнено. Супер. Нет других заданий. Сейчас проверим. А у нас вообще есть стойки? Я вот что-то... Я что-то не уверен. Стойка для оружия и одежды у нас реально есть. Охереть. С ума сойти можно. Так, давайте сделаем вот как. Чтоб они заходили. Оно настенное или оно напольное? Я чуть не понял. Видимо, напольное. Так, ставим вот сюда в центр. И для одежки ставим вот сюда в центр. Чтоб они за безо могли сразу, собственно, все экипировать. Глянем, правда, как они работают. Если что, мы ставим чуть больше. Так, пацаны побежали сразу строить. Молодцы, молодцы. Так, стойка для оружия. Мы выбираем, какое оружие сюда становится. Отменяем все. Отменяем все. Так, бронзовое копье. Я так понимаю, что это то, к чему мы будем стремиться. Но пока что... Пока что, к сожалению, у нас есть только костяные копья. Которые подпадают под наше основное в скобочках оружие. Все остальное пока что не годится и не сравнится. Давайте последнее доставьте тоже. Красавцы, вставить. Так, здесь у нас что? Здесь мы выбираем... Вот в чем глупость. Ну, мне так кажется, что глупость. Что оно ставит сюда один... Один предмет одежды. Хотя они у нас одевают три предмета одежды. Ну, допустим, ладно. Допустим. Единственное, что в этом всем надо будет, наверное, повысить приоритет. Чтобы это было самое приоритет. Хотя нахера вообще эти стойки нужны? Приназначены для хранения одежды и брони. Одежда и брони, насколько мне известно, не портятся. Поэтому как-то сильно большого смысла... Я в этих стойках, кроме визуала, не вижу. Ну ладно, глянем сейчас. Так, ребятки, давайте там быстрее подсуетитесь. Я понимаю, что вам сильно лень. Но это надо сделать, иначе будет беда-беда. Так, оставляем сюда только кожаную броню. Давай-давай-давай. Давай-давай. Последнюю тоже доделай. Молодец. Выделяем все вот эти праздники жизни. Меняем приоритет на высокий. Твою мать, он выделяет вместе с землей какого-то черта. Так, выделяй это все, ставь тоже высокий. Так, проверяем. Произойдет ли что-то? Так, появился малой. Малой притащил сюда броню. Семь штук. А так можно было? Так я бы тогда столько не ставил, если так можно было. Ну, короче. Мы можем тогда сделать совсем по-другому, если я правильно понимаю. Да, если я правильно понимаю, тогда лучше сделать совершенно по-другому. Ну, в теории оно все будет выглядеть так же. Сейчас глянем с копьями, та же схема будет или нет. Сейчас я проверю, вообще копья стоят на крафте. Ммм, ням-ням-ням. Так, костяное копье. 16, что понятно. Ребятки, тут уже по 30 давным-давно надо сделать. Но, короче, проверим. Если с копьями то же самое, то мы просто на каждую эту назначим новое оружие. И все. Не будем морочиться. Так, окей. Челик нам скоро вернется. Мы его пока дожидаемся. Что у нас здесь произошло. Так, показывайте. Мы уже вышли в 73. Почти 74. Мне кажется, это большой успех. Это очень большой успех. Но мы должны дойти до сотки. Я пока до сотки не дойду, не успокоюсь. Так, что вы тут бэкайте-мэкайте? Так, у нас получился очень серьезный барашек. 73, 63, 62, 52. То есть все 4 показателя желтые раз. За 71, 2, за 62. Сумма с этим. Так, всех предыдущих вырезаем. Они нам, к сожалению, ни к чему. Мы на них просто потратим зря траву. Да, нам, правда, пора уже этих вырезать. Так, давайте кого? Давайте тебя порежем. Тебя порежем. Вот тут вроде бы параметры хорошие, но нет. Проще зарезать. Вот тут тоже в 60 аж поднялось, но все равно проще зарезать. Потому что все остальные отстают. Они сами себя выведут в самый лучший показатель. Наша задача просто лишнее отметать. По чуть-чуть. И будет вообще хорошо. Так, костяные копии еще не сделали. Этот не сделали, этот не сделали. Так, трое детей. У нас выросли еще дети. Погодите. Я что-то упустил, видимо. А как такое возможно? Люди, спящие на земле, три. Какого хера? Они вообще спят на земле. И это дети. А дети четвертые. Единственный мой вопрос. Вот это четвертый? Написано, он на грудном вскармливании. Но он как будто бы вообще не в поселении. Подождите. У меня вообще много вопросов. Ладно. Так, с вами что не так? У вас есть одежда, но у вас нет накидок. Правильно? Я вроде бы как правильно понял. Сейчас проверим. Так, накидки должны быть. Они, точнее, есть в наличии. Они их просто почему-то не используют. Так, дети. Сейчас мы глянем, где накидка. Накидка снарядится. Так, они вроде снарядились, но они все равно продолжают мерзнуть. Что с вами не так? Может выдержать минус 4. Температура минус 5. Ага. Но взрослые же выдерживают. Правильно. Может надо дождаться. Сейчас еще один научится ходить. Может как-то странно, что они все отделились, а один нет. Сколько тебе надо еще? Научится ходить через 0 день. Да. Он просто поздно родившись. Ну, короче, это временный показатель. Ничего страшного там, по сути, нет. Я думал, что мы одного потеряли же. Он где-то погиб. Но, видимо, нет. Сейчас дождемся. Пусть вырастет. И тогда сможем уже от этого отталкиваться. Надо им заранее назначить переработку ресурсов. Ну, точнее, эту сортировку. Дружок. Ты забыл научиться ходить. Если что. Может, ты упустил момент. Но уже пора бы. Уже как бы пора. Да, что-то затягивает. А как так могло выйти вообще? Что такое разброс большой? Они же все почти одновременно беременели и одновременно рожали. Ладно. Пока не будем задолбывать. Но надо, чтобы он все-таки пришел в норму. Чтобы мы всех четверых тогда поставили на наставника. Проблема теперь в чем? Мы всех четверых, наверное, тоже ставим в наставничество к, собственно, разведению животных. Иначе прикола не будет. Что у нас здесь хотят? Три охотника дадут разведение животных. Давайте. В принципе, я согласен. Надо сейчас еще крафты посмотреть. Раз, два, три. Запускай. Малого пока не дождемся, видимо. Кто забеременел? Кто-хто-хто? Залмал Ниасыть. Ниасыть это уже следующее поколение, да? Нет. А как ты прям на границе старости умырил забеременеть? В чем твой секрет? А эти что, не беременеют? Они же еще не старые. А они уже беременны? Первый триместр, первый триместр. Кора только не беременная, потому что Аня надето шляется. Ну смотри, бабка, если ты не успеешь забеременеть, будет очень тупо. Будет очень-очень тупо. Она станет пожилой через три дня. Как бы хотелось верить, что она успеет забеременеть. Чтобы мы все-таки не надеялись на следующее поколение. Потому что следующее поколение станет фертильным через год. А в следующем поколении у нас только две женщины. А через одно поколение станет фертильным через два года. Ну короче, у нас явно сейчас будут проблемы. Главное дождаться, чтобы бабка эта вернулась и успела, собственно, забеременеть. Все остальное мы как-то разгребем там уже на полпути. О, каша успела сохраниться. 0,8 плюс 0,8. В целом неплохо. Единственное, что тратится 60 каши на три блюда, по-моему. Что не очень круто. Ну ничего страшного. Так, малой вырос. Это бляха. Только не обречь, что он забагался. Пожалуйста. А, он не забагался. Он на спине у этой бабки. Вот почему женщин нельзя отправлять в походы. Понял. Принял. То есть, по идее, он сейчас вернется, сразу же станет взрослым. И она сразу же должна будет забеременеть, пока не успеет постареть. Но если она успеет постареть, это будет вообще жопа. Это будет провал. Ладно, сейчас дождемся, тогда выставим наставников. Давайте я пока гляну творение. Так, что у нас здесь открылось? Оборонительные сооружения. Требует ремесло 350. У нас таковой челик есть. Но что? Что, что, что? Интеллекта ему не хватает. Погоди. Погоди, еще раз покажи. Тебя закрываем. То есть, у нас кара волчица. Можно увидеть ее показатель интеллекта. Чисто интересно. Скоро волчица. Интеллект 23.8. Чем выше интеллект, тем быстрее приобретаются новые навыки. Бл-бл-бл-бл. Старые значения. Минологичные показатели его родителей. Младенцы питают родным молоком. Угу, угу, угу. То есть, по идее, единственный вариант у нас поднять интеллект того или иного персонажа, это исключительно питание. Ничего другого на это повлиять не сможет. Но, что поделать. У нас не то, чтобы много еды. Вот зачем тогда нужны были, собственно, все вот эти приколы с диетами и так дальше. Ну, ладно. К этому мы еще вернемся тогда. Есть еще что-то, что мы можем изучить? Так, открыло творение деревянной конструкции. Деревянный столб, кровать, лестница. Сюда тоже никто не годится, да? Причем они не годятся не по опыту, они не годятся именно по интеллекту. Хорошо. Так, добыча меди. Добыча меди, 250 и 15 интеллект. 250 тут у нас чисто опыта нет. А это опыт в чем? Сбор ресурсов. Угу, угу. Гракнар Грал пытается подняться, конечно, но у него 211 только. Надо 250. Окей, пока пусть отдыхает. Броня из крокодилей кожи. Добрый день. Двое подходят. Давайте назначим. Пусть обучают. Обидно, конечно, но что поделать? Пока такой путь. Так, птенцы еще вылупились. Сейчас мы горенько почистим. 48 и 42. Уже давно пора чистить. Так, вылупливается. Что-то слишком низкие. Пора, наверное, резать опять. Я прям уверен, что пора резать. Хотя здесь 67. Средний 69. Максимальный 73. По идее, рановато резать. Надо вот этих дождаться, те, что еще высиживают. Я от них уже отталкиваться. Пока рановатенько. Так, дожидаемся 10 часов. Пусть прибывает. Ёпрст, вы все три списали? Так, продолжайте в том же духе тогда. Чего мы будем вас останавливать? Давайте 6, 7 и 8. Мы сделаем супер-пупер-мега-разведунов в животных. В теории, по идее, мне даже кажется, можно будет спокойно в тысячу выйти. Насколько это будет возможно? Да, если поставить прям целую кучу камней, и они все будут прописаны, то реально можно выйти в тысячу. Так, научился ходить моментально, благополучно вернулась. Иди, пожалуйста, еще сразу забеременей. И будет вообще класс. Будет вообще топчик. Так, тебя выбираем. Статус у тебя дохеровенький пока будет. Назначаем вас всех на ястреба. Это приведет к положительным показателям в будущем. Мне бы кого-то из них запомнить на самом деле. Кого-то из них запомнить, чтобы увидеть, какой у них сейчас скилл и какой он будет потом. Так, есть, 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 есть. Так, замечательно. Самое страшное, что у них учитель еще имеет тысячу скилл. Что как бы не кисло. Так, разведение животных 8, 15, 0, 0. Ну вот и будем смотреть, к чему это приведет. Еще раз, сколько вам до взросления, чтобы я не путался? А, так им 3 года надо подожить. Так нам надо всего ничего. Получается, за 3 года это 120 единиц. 120 дней точнее. За 120 дней. Ну слушайте, это халява. Нам надо гораздо меньше, чем я думал. Нам не надо даже десятки. Ну, короче, да. Мы сможем это сделать. Все столбы на месте. Все, пацаны пусть их разрисовывают. Они же все под разведение, да? Да, все супер. Сейчас уже сколько выходит каждому? Я старик рассказывал в Гулл Стори, стоямба. По 5 я видел, да? Малого сходу 5, сходу 5, сходу 5. Ну, короче. У них проблем не будет. Я вас гарантирую. Просто они точно будут супер по направлению разведения животных. Я не знаю, что это пока что единственное направление. Но такой путь. Ничего с этим не поделать. Такой путь. Это уже следующих детей мы будем по чуть-чуть перенаправлять. Так, она забеременела. Молодец. Птенцы есть. Давайте проверять. Да, что-то до хера птенцов. Вот тут уже должны быть... Да что ж такое? Опять вниз. Пацаны, вы что-то не до этого. Петушок. Это ж твой косяк получается, да? Это твой косячок. Будь добр, исправляй. 73,4. Он, по идее, должен там просто выдавать уже 75-х. А он немножко щелкает лицом. Окей. Так, этого пока оставляем. Тебя удаляем. Так, остальных барашеков нет. Пойди, можно убрать еще парочку лишних. Вот тебя. Тебя можно убрать. Всех остальных пока оставляем, потому что все остальные вытягиваются по множеству параметров. Хера, вот тут активно за камень взялись. А что они... Вам что, добывать больше нечего лишь? Окей. Как скажете. Так, первые копья появились. Да, с копьями та же самая ситуация. Короче, давайте тогда менять. Давайте тогда менять. Здесь мы меняем с копий... На кости металки. Здесь меняем с копий на латунные копья. Здесь меняем на шо. У нас, по идее, все упирается в одно и то же. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Короче, я потом повыставляю, потому что нам проще будет... Добраться до металлургии или закупить эти самые обгрейдженные копья. Так, еще раз глянем. Плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, и 1, плюс 5, и 2. Короче, да. Они будут точно хорошо обучены. Во всяком случае, последнее поколение, которое у нас появилось. Они будут прям очень хорошо обучены. Но посмотрим, как это скажется. Я думаю, что мы все равно должны будем ту же самую махинацию провести с камнями. Только со всеми остальными профессиями. По сути, хватит 6 камней, даже 5 за глаза. То есть у них уже больше половины потенциала будет по развитию. Если мы хотим, конечно, максималку, то да. Надо будет, конечно, лупануть чуть побольше. 6-7, 7-8 даже, наверное. А так, я думаю, этого будет более чем достаточно. Так, вы расплодились, да? Я пытался повторно запустить их процесс спаривания, но он не запускается. Даже если его отменить, перезапустить, он почему-то не работает. Но ничего с этим не поделать. Что я могу сказать? Ничего с этим не поделать. Прирученность 100. Как такое возможно? Как это вышло? Может, у нас... Я, по-моему, понял. У нас, по-моему, взрослый птиц умер. А мелкий остался. И мелкий вырос, и спаривается теперь с этим. Не суть. От них все равно, скорее всего, придется избавиться, потому что гораздо более выгоднее работать с курами и овцами. Вы куда тут бежите? Рыбные ловли они пытаются прокачивать, но, опять же... Вы можете сами видеть, насколько они не выкачаны, но мы это исправим. Всему обучить, конечно, не получится всех, но мы попробуем. Так, заболевания у нас появились. Инсульт 3. Что? Это вот так вы вошли в старость с инсульта? Понимаю. В основном, заболевшие я себя не очень хорошо чувствую. Так, скорость передвижения минус 10%. Скорость работы минус 10%. Симптомы базовые значения. Иммунитет 1697. Потеря здоровья 0,6. За час симптомы X3. Коэффициент потери здоровья 0,2. Иммунитет человека помогает облечить симптомы болезни. То есть он просто умирает со временем. Правильно я сейчас понял? Так, хорошо. Остальные у нас тоже инсультные. Так, вот что значит старость. В данной игре, во всяком случае. О, этого нейропатия. У него не инсульт. Но он точно так же теряет здоровье. То есть, по факту, у нас сейчас просто отвалится 8 человек. Я правильно понял? Сейчас пока что трое только поймали. Инсульты и нейропатии. Изобретена броня. Супер. Класс. Но по факту да. Я так понимаю, что к этому и придет. Потому что я так понимаю, что это не лечится. Написано 2,6. Возможно, оно, конечно, временно. Но... Вот тут инсульт 1,9. Там инсульт 3. Короче, глянем. Но мне кажется, что это с концами. Мне кажется, это с концами. Даже если они будут пытаться восстанавливаться. Ну, мы можем отслеживать, конечно. Но... Опять же, мне кажется, старики здесь долго жить не будут. А вот то, что нам будет дальше плодиться сложнее, это факт. Это факт. Хорошо, ребятки. Пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.